Всем привет! Смотрите как восстановить данные с RAID Z массива. Как собрать RAID Z1 и RAID Z2 на примере устройства с операционной системой TrueNAS. И как достать данные с разрушенного RAID массива или вернуть в случае потери, случайного удаления или форматирования устройства. Файловая система ZFS предлагает свою реализацию программного RAID под названием RAID Z. Кроме повышения производительности такая система способна бороться с незаметными повреждениями данных. Для этого она отслеживает плохие блоки данных с помощью контрольных сумм и мгновенно исправляет логические ошибки. Эта функция помогает поддерживать целостность хранящихся в массиве данных. Но даже самая надежная файловая система и оборудование не сможет уберечь ваши данные от программных и аппаратных сбоев. Далее в видео я покажу как вернуть утерянные данные с файловой системы ZFS и RAID Z массива. ZFS это файловая система с открытым исходным кодом, которая в основном используется в системах хранения FreeNAS и других основанных на FreeBSD. Схема распределения данных в RAID Z подобна традиционному RAID 5, но все же есть небольшие различия. Данная система построения массива вместо страйпов фиксированного размера использует динамические. Информация о размере каждого из этих страйпов записывается в метаданные. В связи с динамическим характером данной системы восстановление данных из нее возможно только если метаданные не повреждены. При разработке ZFS основной целью была надежность, которая достигается за счет различных функций, таких как копирование при записи, избыточные метаданные, ведение журнала и другое. В связи со сложной структурой данной файловой системы обычное программное обеспечение для восстановления данных не подходит для восстановления информации с RAID Z массивов. Hetman RAID Recovery анализирует метаданные для определения правильной структуры RAID Z и в автоматическом режиме собирать разрушенный RAID на лету. Для начала давайте рассмотрим как создать RAID Z массив на примере хранилища с операционной системой TrueNAS. В предыдущем видео я уже говорил как установить и настроить данную операционную систему и как создать RAID Z. Давайте рассмотрим как собрать RAID Z второго уровня. Для этого в меню управления TrueNAS разверните вкладку Storage Pools. Здесь кликните по клавише ADD и Create Pool. Укажите имя пула. Затем отметьте диски. Для RAID Z второго уровня нужно как минимум 4 диска. И нажмите ниже по стрелке для добавления в список устройства хранения. Отмечаем накопители из данного списка и выбираем уровень RAID из выпадающего списка, а затем создать. Во всплывающем окне предупреждения, что все данные будут затерты установите отметку и нажмите создать пул. После чего начнется форматирование накопителей и процесс построения RAID. Для примера настроим FTP подключения, запишем данные на RAID массив и сымитируем утерю или поломку устройства, при котором данные больше не доступны. Итак, сначала добавим новый датасет для FTP подключения. Открываем вкладку Storage Pools. Жмем по трем точкам. Добавить датасет. Даем ему имя. Остальные настройки без изменений. Submit. Создаем нового пользователя для FTP. Accounts. Users. Add. Указываем имя. Пароль. Снимаем здесь отметку напротив New Primary Group и выбираем из списка FTP. Далее указываем директорию, которую мы ранее создали. Устанавливаем нужные права и сохраняем настройку. Вернемся к датасету, который недавно создали и поменяем права. Жмем по трем точкам. Edit Permission. Выбираем юзера. FTP. И группу FTP. Устанавливаем отметку. Подтверждаем. И сохраняем настройки. Теперь осталось активировать FTP сервер. Открываем сервисы. Переводим бегунок. Положение включено. Устанавливаем отметку автоматического запуска. FTP соединение настроено. Проверяем доступ к проводнике. В адресной строке вводим FTP IP адрес сервера. Затем логин и пароль пользователя. Теперь здесь можно создать папку и записать данные. Теперь рассмотрим восстановление случайно удаленной информации с RAID Z массива. RAID Z1 обеспечивает запись каждого уникального блока данных, чтобы можно было восстановиться после сбоя любого отдельного диска. В этом случае данные автоматически распределяются по диску наиболее оптимальным образом. RAID Z1 является практически аналогом RAID 5, так как использует единую четность. Предполагает работу при отказе одного диска с массива. Но, как я уже говорил ранее, восстановление с подобной системой под силу малому количеству программ для восстановления данных. Hetman RAID Recovery поддерживает файловую систему ZFS и RAID Z массивы всех уровней. Программа способна автоматически собирать из накопителей RAID массив, построенный с помощью данной файловой системы. Это комплексное решение для восстановления данных с NAS, которое поможет восстановить файлы при различных сценариях. Программа поддерживает большинство популярных файловых систем и типов RAID. Для восстановления нужно извлечь диски из сервера и подключить ПК с операционной системой Windows. Если на вашей материнской плате недостаточно портов для подключения существуют различные переходники для расширения. Программа в автоматическом режиме просканирует диски на наличие служебной информации и на лету соберет из них RAID. Как видите, мой RAID Z массив отображается в диспетчере дисков. Для начала процесса восстановления запускаем анализ. Жмем правой кнопкой мыши по массиву «Открыть». Выбираем быстрый анализ. Как видите, в результате быстрого анализа программе не удалось найти удаленных файлов, но те, что остались на дисках, все доступны для восстановления. Быстрый анализ поможет вернуть данные в случае аппаратного сбоя или выхода из строя устройства. Структура построения метаданных файлов системы ZFS и RAID Z устроена таким образом, что алгоритм быстрого анализа программы не позволяет найти удаленные данные, так как информация о них затирается в файлах журнала. Для того, чтобы найти удаленные файлы, нужно просканировать диск полным анализом. Итак, жмем правой кнопкой мыши по разделу. Выбираем «Проанализировать заново» и запускаем полный анализ. Указываем файловую систему. Далее. И ждем завершения сканирования. Этот процесс займет продолжительное время в зависимости от объема дискового массива. После завершения сканирования переходим к расположению удаленных файлов и ищем здесь те, которые нужно вернуть. Для удобства в программе реализирован поиск по имени файлов. Также содержимое файлов можно посмотреть в предварительном просмотре. Как видите, программа в полном объеме нашла все файлы, которые были удалены с диска. Для восстановления отметьте нужные. И нажмите «Восстановить». И укажите каталог для сохранения. Не рекомендуется производить восстановление на тот же диск. Поэтому нужно позаботиться о наличии накопителя для сохранения информации. По завершении эти файлы будут лежать в указанной папке. Для восстановления данных с RAID Z 2 уровня также нужно будет подключить диски к компьютеру с Windows и запустить программу Hetman RAID Recovery. RAID Z 2 уровня более отказоустойчив, так как использует два блока отчетности и два блока данных из одной порции информации. Это аналог RAID 6 и тоже выдерживает падение целых двух дисков. В RAID Z 2 минимальное количество дисков не менее 4. Поэтому, если на вашем ПК недостаточно разъемов для подключения всех дисков, можно исключить из массива два накопителя. Итак, у нас случай разрушенного RAID массива, вследствие вышедшего из строя сервера или контроллера. Как видите, программа собрала RAID даже без двух накопителей. Кликаем по массиву правой кнопкой мыши и запускаем быстрый анализ. В результате видим файлы, которые остались на дисках. Отмечаем те, которые нужно восстановить и восстанавливаем. Если программа не нашла некоторых файлов, возможно они были затерты. В таком случае попробуйте выполнить полный анализ. В результате программа найдет даже удаленные данные. В результате данного тестирования Headman RAID Recovery удалось восстановить 100% данных из RAID Z на основе ZFS, развернутого на сервере TrueNAS. Программа восстановила файлы в их первоначальном виде, без повреждений и потери качества. Headman RAID Recovery поможет вернуть утерянную информацию при случайном удалении файлов с диска NAS устройства, форматировании накопителя, неправильной настройки, в случае ошибок, вызванных программным сбоем, неудачной прошивки и других ситуаций, с потерей данных или пропажей доступа к сетевому диску и повреждений RAID массива. А на этом все. Надеюсь данное видео было вам полезно. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях под видео. Всем спасибо за просмотр. Пока.